Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Этон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбин, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии, как всегда, замечательные гости, замечательные журналисты Лазарь Данович и злой киргиз Александр Рункин. Хотя про Лазаря Дановича, можно сказать, что добрый башкир в таком случае. Друзья, я хочу вам предложить, как бы для затравки, я когда готовился к программе и смотрел разные наши новости нашей повседневной жизни, сразу вспомнился Джордж Оруэлл и его повесть «Скотный двор», оттуда знаменитая фраза «Все животные равны», но некоторые животные ровнее других. Так вот, об этих более равных я хотел с вами сегодня поговорить. Кто-то, может быть, подумает, что с животными их сравнивать – это чересчур, но это Оруэлл написал, это не я выдумал. Что делать? Я хочу начать разговор со штрафов. Статистика. С середины марта прошлого года по 8 февраля 2021 года израильская полиция выписала немного немало 585 тысяч квитанций на 345 миллионов шекелей. Это тем людям, которые нарушают ограничительные меры по связи с коронавирусом. 424 тысячи штрафов до сих пор не оплачены. Суммарная задолженность достигла 320 миллионов шекелей, включая накопленные проценты. Но в нашем замечательном городе под названием Нейбрак, столица ортодоксального Израиля, уже все это признают, даже не стесняясь, придумали оригинальный способ уклонения от уплаты штрафов. Там местный суд, Нейбракский суд, тоже как бы отдельная форма, они приняли решение в суде, что вместо тысячи шекелей, те, кого оштрафовали, должны заплатить сто шекелей в десяти раз меньше. Лазарев, у меня к тебе вопрос. Это ребята пошли по принципу лучше что-то, чем ничего или все-таки кто-то ровнее? Нет, это демонстрация мускулов. Это совсем другое, не то, о чем вы подумали. Это не забота о кошельке государства. Хотя я, честно сказать вам, не совсем уверен, что за счет бабушки из города Гомеля, которая сидела в парке без маски и ее обули на 500 шекелей, государство очень сильно разбогатеет. Но знаете как, десять бабушек это уже рубль. Поэтому, это из Раскольникова, вот десять бабушек это уже рубль. Решили заработать на бабушках, а тут наоборот решили откатить. Вот, то есть это демонстрация, это демонстрация того, что вы будете платить, а наши платить не будут. И все. Так ведь не платят-то все, как я понимаю. Вот если сходить из этой статистики, для чего это все делается? Потом всем простят или все-таки простят некоторым тем, кто более ровнее? Я думаю, что простят некоторым. Всем не простят. Будет, я не знаю какая власть будет у нас после 23 марта, но популизм это большая радость всех властей, любой власти. Поэтому, скорее всего, будет сделана какая-то поблажка для определенных категорий. И под это будет подведен какой-нибудь социоидеологический мост, платформа. Почему мы этим делаем? Почему мы этим сделали в десять раз меньше? У них огромные семьи. Средний ультра-ортодокс, вернее, средний член религиозного сектора, скажем так, получает около, почти в семь раз меньше денег дохода его, чем у среднего светского. Это официальные, официальные, показанные доходы. Да, да. Ну, а я вам и говорю, что вытащить эту строчку можно? Можно. Значит, на этом можно построить вот эту поблажку. Потом, чтобы не так торчали уши, и из этих ушей не так торчали белые нитки, скажут, что ну тогда и пенсионеров, тогда и матери-одиночек, попавших под под эти грабли. Тогда и бизнесы, которые в течение пандемии не работали столько-то дней. Ну и это рассосится. Формулу придумают. Формулу придумают, но не для всех. Для большей части. Вот гомельчан, допустим, вряд ли. Заберут как надо. Саша, у меня к тебе уточнение по этому же вопросу. А как быть с теми, кто уже заплатил? Таких тоже немало. Там на миллионы шекеля уже люди заплатили. Они как бы честные, они пострадали за свою наивность или за свою честность? А у нас честные в Израиле, это синоним понятия фраер. Такого старого, доброго, немецко-идорского слова, которое говорит о том, ну на самом деле это жених и, скажем так, свободный мужчина. Но на самом деле в нашем сленге в израильском, это значит лох, козел, дурак. И вот этот вот лох, козел, дурак, это у нас сравняется честный. Или наоборот, честный у нас сравняется лох, козел, дурак. Ты честный, ты пошел, заплатил, ты законопослушный, ты пошел, заплатил, знак равно, ты лох, козел, дурак. Вот это уточнение, которого ты хотел. Ничего с этим не поделаешь, и увы, к сожалению, честные, порядочные, законопослушные граждане, которым я смею, как бы, относить себя и свое окружение, и всех сотрудничеств с нашим каналом, попадут, ну те, кто получил штрафы, не дай бог, попадут, выполняют свой гражданский долг, заплатят, а не заплатят, им же хуже будет. То есть, там, где уменьшилось в 10 раз, увеличится в 10 раз. Увеличится, фактически, да, пересчет, пересчет. Ну, а, кстати, по закону так и положено, если ты вовремя не заплатил, там накручивается. А я вам и говорю, что это тот же сосуд. Еще один аспект нашей действительности, тоже проскотный двор, по Оуэрвеллу, школы и детские сады у нас. Так непонятно, что-то открывается, что-то не открывается. При этом родители, назовем так, светской части нашей страны в полной пространстве, не знают, что делать с детьми, которые тоже уже на стенки лезут. А в ультрадокциальном секторе, как будто это их не касается. У них все работает. Я смотрю даже по своим соседям, у них все работает. Везде все закрыто, а у них все открыто. Почему так, Лазарь? Опять же, наивный вопрос. То, о чем говорил Саша, лоха дурака. Ну, а что тут наивного? Вот этот внук, там, этот Янке Гоу Хоум, внук Рава Каневского по имени Янкель, вот, к нему надо с этим вопросом. Но только там надо целовать руки. Поэтому, если ты хочешь узнать точно, почему это происходит, наберись терпения, выстави очередь, пойди поцелуй то, что протянут, и они тебе ответят. Но я думаю, что ответ будет очень коротким. Может быть, даже совсем коротким. Они по своему не отделаются, уважаемые доноричные. Тут еще и приплатить надо, и сумму немало. А что, за аудиенцию платят еще? А ты не видел, буквально на этой неделе показали, там ты не платишь, ты просто жертвуешь. Ты жертвуешь, конечно. Да, там, я не знаю, футбольная команда, или кто там, пришли к Раву Каневскому, все без масок, кроме одного. Один был последний в маске. Вратарь, наверное. Вратарь, наверное, да. Хоккейный. Хоккейный вратарь, наверное. Давайте серьезно поговорим, Саша. Ну, почему, Саша? Давайте поговорим серьезно. Мы давно поняли, я думаю, и все наши зрители поняли то, что, как ты правильно сказал, в Израиле различные секторы населения неравны. В Израиле различные секторы населения живут по разным законам. Для одних законы строже, и строже требуют их исполнения, для других законов мягче. Или нет. И исполнения из них почти никто не требует. Мы знаем такие сектора, мы знаем, кто в какой группе риска, в каком секторе более благоприятном или менее благоприятном находится. И мы самое главное знаем, за чей счет кто в нашей стране содержится. В нашей стране, кто больше работает, кто больше платит налогов, кто более законопослушный, кто не готов как бы нарушать законы, и готов сходу выполнять распоряжение правительства, это отщепенец несчастный, и его будут грузить. Те, кто по первому зову своих вождей, неважно какого там цвета у них шляпы, неважно какого цвета у них козы, те, кто по первому зову своих вождей, готов выйти на улицу, и начать как бы перегораживать улицы, бить полицию, кидать солдат мешками с говном, переворачивать машины полицейские, и так далее, для них закон значительно мягче, и к ним все это, вся эта наша судебно-полицейская система относится снисходительно. Остается задаться вопросом, а кто виноват во всем этом? И мы даже знаем, как зовут этого человека. Нет, нет. Вот я знал, что ты скажешь. Мы думаем, мы готовы показывать на них и не ягу? Нет, господи. А я не имел ввиду нашего уважаемого премьер-министратора. Виноваты в этом вот те, кто здесь сидит. И те, кто нас сейчас смотрит. Мы такие умные, мы такие разумные, мы не стадо баранов, мы банда интеллектуалов, даже не банда, мы каждый интеллектуал сам по себе. Мы такие, мы приехали сюда из Совка, где нас приучали к коллективизму, и мы говорили, наконец-то мы приехали в свободный мир, где каждый из нас будет жить сам по себе, где у меня есть своя голова на плечах. А мир в Израиле, на наших глазах, и свободное общество стал превращаться в такую вот раздиральную, секторальными интересами страну. И у каждого такого сектора, поскольку они более послушные, более как бы исполнительные, появился некий коллективный защитник. Коллективный защитник, это они сами. Вот все ортодоксы, либо все выходцы из Эфилопии, либо все выходцы из Восточной Африки, или Западной, из Северной Африки, Западной Азии. Из Северной Африки. Вот они как бы, может потому, что они такие умные, блин, как мы, они умеют объединяться, и плевать на собственный, как бы, высоколобый интеллектуализм. А мы еще не научились. Поэтому мы, и такие, как мы, будем отдуваться за всю страну. Мы будем платить штрафы, мы будем носить маски, мы будем... Наши дети будут сидеть дома, а их родители, вернее, наши внуки будут сидеть дома, а их родители будут вынуждены как бы меньше работать и меньше зарабатывать, и так далее, и так далее. Кстати, вот по поводу детских садиков. Вот моя семья, она вот ровно в такой ситуации. У меня две молодые семьи, у нашей большой семьи, там двое внуков, которые не ходят в садик, и их родители, то мама, то папа, вынуждены сидеть с детьми и не работать. И таким образом, мало того, что сама ситуация уменьшает наши доходы колоссальным образом, но и люди просто меньше работают, и поэтому доходы семьи падают. Мы... Знаешь, что тебе ответили бы на вот эту твою репризу вот эти, кто высокоинтеллектуальный? Да. Так ты же экономишь, за детский садик платить не надо. Офигительно. Ну, допустим, моя семья действительно экономит, потому что у них есть бабушка на пенсии, да? У моих малышей есть бабушка на пенсии, которая просто к концу дня там падает вот так пластом, и я уже свою жену как бы не вижу, и там... Обо мне она вообще забыла, как бы... Ну, я понимаю, что не до меня. А те, у кого нет бабушек, они экономят, они будут с ней... Либо они не работают и теряют колоссальные деньги, либо они вынуждены частным образом нанимать кого-то и платят деньги. Те же деньги. А может, и больше. Я ушел немножко не туда. Почему? Ты ушел в... Все нормально. Я просто хотел, опять же, тебе задать провокационный вопрос. Но что ты беспокоишься? У тебя есть информационный спонсор. Да, у меня появился... Вопрос о детях. Вопрос о... Нет, это история для взрослых. У меня появился информационный спонсор, о котором я теперь надоедливым образом буду довольно часто говорить. Это анимационный канал. Это анимационный сериал для взрослых. Одноглазая ММО. Это очень короткие мультики, наполненные черного юмора. Если кто-то не любит черный юмор, прошу туда не заходить. А зайти туда можно будет очень просто. Но черный, это не российский. Сегодня нужно добавлять. И, кстати, там жанр. Там, правда, буковки все написано по-английски, но, понятно, сможет даже китайец с преклонных годов. Они говорят на универсальном языке. И вот если по ссылочке, которая под этим видео, с вашего позволения, будет размещена, зайти, то можно будет информационного спонсора Злого Киргиза там найти и подписаться. Чем сделать? Большое дело для нас, для меня лично, и для всего нашего канала. Спасибо большое. Да, не за что. Спасибо вам за творчество. Там действительно интересно, любопытно, юмор такой своеобразный. Всем будет понятен. Надеюсь. У кого есть чувство юмора, естественно. У меня еще один вместе с тем вопрос. К вам есть, друзья. Информационное израильское пространство просочилась из России информация о том, что более 500 русскоязычных израильтян не могут никак из России, из Москвы... 500 семей, по-моему. 500 семей, по-моему. 500, может быть, 500 семей не могут вылететь, поскольку Бангурьон у нас закрыли. Но, опять же, я все про тот же скотный двор. Для кого-то Бангурьон открыт. Вот 300 репатриантов из Эфиопии привезли. Из Нью-Йорка привезли. Из Нью-Йорка привезли. Вот я сказал вот этих 500 граждан или 500 семей непринципиально. Есть еще репатрианты, которые там в России, в России, на Украине и прочее. Они продали все, что можно там, чтобы приехать сюда. И они сидят на чемоданах, не знают, что делать. Где жить, что делать, как. Их никто не собирается вывозить. Министерство абсорбции уже давно, мы уже все поняли давно, Министерство по делам репатриантов из Эфиопии. Наши депутаты, да, они выступают, где-то пресс-релизы выпускают по этому поводу, какое-то безобразие. А что с этим делать, никто не говорит. Кто и что должен делать, Лазарь? Кстати, как называется лагерь под Адисабебой, где сидят... Гундар. Гундар. И вы знаете, что я вспомнил? Вы будете смеяться. В Пермском крае есть такой, то ли он поселок городского типа, то ли село. Когда-то это была Уфимская губерния, Бирский уезд, но потом при Сталинском дележе вот этого вот... Всего это отошло к Пермской области, Пермскому краю. Оно называется Большой Гандыр. В Большом Гандыре живут потомки удмуртов. Удмурты, как известно, были язычниками. И они бежали от, так сказать, обращения в одну из аврамических вер, религии, бежали, куда глаза глядят, чтобы продолжать там молиться своим богам. И остановились... Идолом. Идолом. И остановились в совершенно глухом месте, Таежном, и там основали свое поселение. Потом все-таки аврамические религии, их, конечно, настигли. Достали. Достали, но это уже было где-то в середине 19 века, и их обратили таки в православие. Но, как говорят, они до сих пор все равно молятся, продолжают и там, и там. Так, чтобы не очень. Из тех, кто остался, конечно, верующим. Ну, очень похоже на то, что здесь происходит. Так вот, в Малом Гандыре, я имею в виду, в Гундаре, живут, уже годами живут люди с похожей судьбой. И называются они фалашмура. Или фалашмура. Разные ударения можно ставить. Вот, это якобы, я опять-таки говорю якобы, потому что мы как кальку переписываем заведомую ложь, которую нам подложили. Насильно обращенные в христианство иудеи. А. Иудеями они никогда не были. Б. В 1860-х годах, в то же время, когда с Удмуртами случилось вот это большое гундарство, в то же время, туда, просто в эту часть Африки, стали приезжать христианские миссионеры. Один из которых был, естественно, еврей. Его звали Генри Аарон Стерн. А второго не помню. Там сугубо английские все. И фалашмура на языке одного из племен это было, это значит, черные одежды. Потому что эти миссионеры носили черные рясы. Никто, никого. Это была уже середина вполне просвещенного века. Никто никому не отрубал ни ноги, ни руки, чтобы затащить в улоны церкви. Это добровольно принявшие христианство люди. А теперь мы говорим... Не совсем добровольно. Хорошо, под влиянием других причин ненасильственного характера. Скажем так. Хорошо, я не буду уточнять, но на самом деле там было моральное, психологическое давление. Более того, я читал просто историю миссионерства. Дело в том, что кроме миссионера приезжали поддержанные местными европейскими наместниками, да? Которые местными правителями... Это, Саша, длинный разговор. Это классическая история. Поэтому нельзя писать одно. Когда их много причин. А нам пишут насильственное. Заставили. Так возникло. Хорошо. Никто не собирается на этом деле отсыпаться сейчас. Да, есть такие люди, которые, видимо, были обращены в христианство, а теперь хотят назад. Но они хотят не назад в иудаизм, если уж на то пошло. Они хотят от плохой, очень плохой жизни приехать к жизни получше. И ежедневное желание. Очень так. Это желание было ведущим желанием бывших советских евреев, переселившихся в Израиль. Если уж опять-таки... Подавляющего большинства. Да, подавляющего большинства. Так? Но вот эти гримасы, вот это лицемерие... В 2013 году операция называлась «Голубинные крылья». По привозу 3000 представителей этого племени Фалашмура в Израиль. И сказали торжественно тогдашний министр абсорбции. Все-все-все. Операция завершена. Мы привезли последнего. Я тебе больше скажу, когда был премьер-министром Ольмир, то есть это 2006-2008 год, Ольмир сказал, что больше ни одного эфиопа здесь не будет. Совершенно верно. Он перестал быть премьер-министром после этого. Да. Значит, потом дважды возвращались, в 2018 году сказали «Ребята, вы что? Там же еще 5000 человек мучаются, сидят на земле». Хотя у нас есть с вами общий друг, который там был. Который говорит, что они не сидят на земле. Да, условия... Ну, хуже, чем в Карлтоне и в Хилтоне. Но лучше, чем в окружающих деревнях. Ну, лучше, чем в окружающих деревнях. Нахон. Точно. Вот. Значит, у них здесь родственники? Каким образом у них могут быть здесь родственники? Я ничего не имею. Абсолютно против эфиопской... Ну, общины еврейских выходцев из Эфиопии. Они по закону о возвращении здесь. Они... А родственники как? Потому что все люди-братья. Не все люди-братья. А потому что, извини меня, от полигамии еще очень недалеко ушли. Ну, это мы... Да. Это... Некоторые... Я не об этих людях. Я говорю тебе о том, что некоторые категории граждан, людей, живущих на разных континентах, не все ушли от полигамии. Вот. Так послушайте дальше. Опять... Ну, сейчас Лазарь закончит свою мысль. Ну, я все к первому краю двигаюсь. Мысль моя такова. С этим надо закончить. Не закончить нам не дадут. Не дадут. Давление будет оказываться как честное, так и нечестное. Как ведет себя госпожа министр, она поняла, что ей, им, и таким можно все, и ничего вы с ней не сделаете. Видимо, придется принять эти остальные пять тысяч. Но, поставив на этом абсолютную точку, потому что завтра в удмуртской деревне большой гандыр скажут, что мы тоже евреи. У нас был один такой, он сапоги шил, и от него пошла вся деревня. И все. Я вам найду, мне поможет господин Ромкин, мы найдем статьи, мы найдем книги, мы найдем исторические и религиозные исторические истории. И все, и большой гандыр, весь приедет, что, вы понимаете. Кто-то раньше давно говорил, что Израиль не резиновый, но, оказывается, резиновый. То есть, давление будет оказано обязательно. О том, что говорят, что везут избирателей, во-первых, я должен внести ясность, они едут не по закону о возвращении, они не репатрианты, они иммигранты. Они едут по закону о, ну, в пуске-выпуске, то есть, по закону о гражданстве, о границах. Вот. То есть, они еще не скоро начнут голосовать, но евреями они начнут становиться сразу же по приезду. То есть, будет массовый гиюр, облегченный. Облегченный. Понятно, кто его будет проводить, и вот за эти две партии, которые будут проводить, они будут голосовать. Есть простая вещь, о которой, как бы, даже стидно говорить, вот никогда не думал, что скажу такое, потому что я всегда был убежден, что нормальный, мыслящий, современный человек не захочет быть евреем, заработает, нет, всегда заработает себе на жизнь сам, без всяких штук. Но на самом деле ты понимаешь, когда ты видишь, что есть в Израиле один, как бы, пирог на всех, и его начинают делить. И делят его нечестно, не по справедливости, не по любому другим понятным законам, а делят его, извините, по каким-то бандитским понятиям. Чья банда больше, тот больше и захватывает. У кого рот, извините, шире, тот и кусает больше. Кто сегодня может в той или иной форме, кто сегодня может дать привести больше голосов тому же претенденту, любому претенденту, не только на пост премьер-министра, рядового депутата даже, сегодня у нас есть одна партия, получит больше. Господа, просто так покончить с этим не получится. У нас, у нас, как у община, есть один выход. Мы должны научиться открывать рот, и мы должны научиться биться. Попадать в урну для голосования. Научиться биться за свои права, так как это умеют они. Пусть даже после этого кто-то, или мы сами себя упрекнем, что мы ведем себя как стадо, черт возьми, оказывается, по-другому в сегодняшней жизни не вырвешь ничего, не вырвешь даже своих законных вещей. А у нас вырывают это из рук, из рта, у нас, у наших детей, у наших родителей ежедневно. Спасибо, спасибо за этот откровенный разговор, спасибо вам, друзья, что были с нами, ну, если вы хотите понять полностью то, о чем мы здесь говорили в студии, почитайте Орла, скотный двор, найдете много похожего и много понятного. Спасибо, спасибо, всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok